девчонки всем привет для тех кто смотрит меня впервые напомню что меня зовут лена мне 39 лет я проживаю в германии я родила свою дочку после 17 лет бесплодия и собственно говоря огромное количество видео на моем канале посвящены теме бесплодия и сегодня в очередной раз мы будем говорить именно на эту тему тема такая менять ли врача или клинику для того чтобы делать новый протокол и к или дальше искать причины почему не получается забеременеть почему не получается выносить и так далее девчонки я вам очень благодарна за то что смотрите за то что вас стало так много за то что вы подключаетесь активно за то что вы подписываетесь и задаете вопросы и действительно последнее время очень часто является вопрос когда менять врача когда менять клинику и какой путь вообще должен быть у человека который планирует то есть мы же не можем прийти к врачу не так сказал не то написал и сразу искать новую клинику ну я поделюсь лично своим мнением и своим опытом по этому вопросу а вы уже как говорится делайте выводы сами иметь или не иметь менять или не менять потому что решение всегда вы должны принимать осознанно и принимать сами сердцем здесь конечно вряд ли вам кто-то поможет и кто-то скажет да меняй или да не меняй да врач плохой или да врач хороший раньше я например шла по отзывам сарафанное радио да один сказал другой сказал вот там неплохой врач ну попробуй у меня ходила к одному врачу к другому и поначалу я обращала на что внимание что врач улыбчивый приятный нежный такой интеллигентный но не было результата не было результата а ведь это в нашем деле самое главное не было результата поэтому сейчас бы я как поступила то есть по отзывам каким-то определенным да я бы нашла клинику я бы нашла клинику и делала бы и код там или искала причины и проходила обследование дальше после какой-то неудачи или после какого-то определенного периода там например полгода я там этой клинике наблюдаюсь я бы подвела итоги и так мы за эти полгода сделали то-то 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 и то-то и нашли и выявили то-то то-то и то-то если за полгода или после первого ику ничего не предпринято если первая клиника делает 1 ику 2 ику 3 ику 4 крио и так далее и не ищет причину нужно просто ноги в руки и бежать это во первых просто губит ваше здоровье как минимум как женщины это лишний вес это вы что это гормоны это ранний климакс это много чего плюс ко всему это ваши деньги и плюс ко всему это потраченные годы в пустоту и если после например неудачи и после очередной попытки вы действительно с врачом ищите причины пусть даже допустим после первой неудачи они будут какие-то самые элементарные например проверили щитовидку например исследовали эндометрии хотя бы так после 2 попытки еще что-то добавилось к этому после 3 пусть добавилось еще что-то но вы ищете я бы какое-то время еще попробовала например с этой клиникой с этим врачом но если это идет просто конвейер 1 ику 2 3 4 просто бежать просто бежать потому что рассчитывать на то что где-то сойдутся как то звезды и она где-то выстрелит к сожалению в нашем случае редко когда приходится а скорее всего это нет и в итоге это просто потерянное время как я уже сказала это потерянное здоровье поэтому я бы еще настаивала сама например на определенных проверках то есть для того чтобы в этом вопросе идти до конца вы должны сами все брать в свои руки и вот у меня например процесс сдвинулся с мертвой точки только тогда когда все взяла в свои руки я начала действовать я уже знала какие анализы я хочу сдать я уже знала что у меня недообследовано я уже знала что я хочу обследовать и я уже конкретно просила если я видела либо ну глаза врача с недоумением и это еще зачем такое да я просто меняла врача и вот эта вот фраза которая мне очень часто пишется в личке у меня такой хороший врач девочки хороший врач которому вы пришли и ушли беременные и через девять месяцев родили что значит хороший хороший чем лицом рубашкой галстуком чем хорошие вы должны получить результат результат пусть не молниеносный пусть не сразу же пусть не с первого раза но результат и должны быть какие-то действия если например первое сорвалось по причине низкого эндометрия предположим да а врач вам просто а назначает препарат мазать живую живот для того чтобы рос эндометрий но что тут можно сказать если с эндометрием нужно конкретно работать нужно делать гистероскопии нужно изучать что-то нет ли эндометрита нет ли очагов воспаления не нужно ли что-то там удалять возможно нужно лечение проводить антибиотиками возможно нужно какое-то другое лечение ведь есть у всего обоснованная причина не растет эндометрий значит то-то 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 и то-то а не просто назначает тупо какой-то препарат чтобы он его наращивал да он не вырастет и у вас просто протокол сорвется из-за того что у вас подсадку не на что будет делать этой пышной перинки и просто не будет или наоборот сейчас часто пишут девчонки мне эндометрий 22 24 миллиметра что-то ничего не получается девочки но это эндометрии уже на которые не подсаживают плохо как низкий эндометрий до который никакой также плохо как и высокий он тоже никакой и он тоже не даст никакой пользы но вы должны читать и знать это сами тоже вы же должны прекрасно понимать что здесь есть момент и бизнеса и денег и поэтому прежде чем на что-то соглашаться вы должны в голове знать да это реалии жизни да вы можете сказать но я же не врач ну какого хрена я должна разбираться еще в этом вопросе но ничего не получится если вы как пешка будет только выполнять то что вам сказали но вернее какой-то процент есть но он очень небольшой и потом будет как пишут мне девочки что делать куда бежать включать должны голову если врач начал копаться если у него серьезный комплексный подход и он может найти причину хочет найти причину то вы можете оставаться с ним даже если вы не у вас не получился один раз даже если не получилось два даже если не получилось три но если это просто протокол один не удался приходите такого-то числа будет подсадка криу или еще что-то то есть просто конвейер из кучи процедур и нет выяснения какой-то причины открывайте форумы открывайте таких блогеров как я открывайте и мои видео открываете медицинскую литературу пишите кричите зовите но вы должны разобраться сами в причине и вы должны быть компетентными и образованными в этом вопросе к сожалению но это так и без этого никуда и потом уже меняйте клинику я знаю девчонок которые там по два три 4 5 раз меняли клинику и добивались своих результатов особенно это касается девочек которые находятся в европе лучше всего делают и по все-таки в чехии неплохо в испании в германии плохие отзывы в австрии плохие отзывы в швейцарии тоже не очень в италии тоже не очень вот либо уже ехать на украину либо уже ехать в россию где действительно хорошие отзывы и хорошо делают и говорить о том что это врач хороший но при этом я уже сделал четыре попытки и кое что-то у меня не получается девчонки но это смешно то есть смотрите правде в лицо то есть вы можете обмануть кого угодно но не себя смотрите просто правде в лицо это просто хождение по замкнутому кругу поэтому я дала вам просто коротко информацию делайте выводы сами но врач даже если сам некомпетенте например в каких-то вопросах например он подозревает что может быть генетической тромбофилии проблемы с кровью эта компетенция все-таки гематолога то он как минимум просто должен вас туда отправить даже если сам он этим заниматься не будет и не может если он видит что проблема с эндометрием извините просто назначать дивигель чтобы вы втирали в живот и ждать пышные огромные эндометрии ну блин вот поэтому думайте сами решайте сами но если вами не занимается меняйте смело клинику по отзывам ищите хорошую клинику ищите хорошего врача и всем удачи и я думаю что вы все станете мамами рано или поздно берите все в свои руки вас все получится всех люблю всех целую пока пока